Если вы работаете в Анапе, значит надо стремиться улучшать все стороны жизни города. Особенно если речь идет об экскурсионной и туристической сфере, той, что должна презентовать курорт. Но презентация давно устарела. Честно сказать, ничего не изменилось. Более трех лет прошло. Стало еще хуже. То есть, это ваш бизнес, вы занимаетесь этим. Давайте вместе думать, как улучшать нам город. Чтобы это не исходило только от того, что там, как говорят, это сказал голова. Нет. Я хочу ваше мнение послушать. Потому что от того, как вы будете делать, как вы будете вносить предложение, мы будем слушать и делать так, как это лучше для тех отдыхающих, которые сюда приезжают. Если мы будем говорить, что более трех с половиной миллионов приезжает, это нормально, да? Экскурсионные фирмы должны работать, да. Ну, как упорядочить эту работу? Раз. Внешний облик. Два. Ну, и так далее, и так далее. Один бренд-бук – единая архитектурная и рекламная концепция курорта. Архитектура города представила свои эскизные предложения по новому внешнему виду экскурсионных конструкций. Первый вариант выполнен в современном стиле с использованием комбинированных материалов. Металлокаркас, металлопластиковые иконные конструкции, обшивка дерева или алюминиевый композит. Какая площадь? Площадь у четырех до шести квадратных метров. Второй вариант выполнен в стиле минимализма с использованием материалов таких, как металлокаркас, формованное стекло, обшивка, также композит и материал. Все эти варианты – не догма. Тем более, что экскурсионщикам виднее, как сделать павильон красивым и функциональным одновременно. Юрий Поляков призывает – вносите свои предложения. Жизнь идет, нужно обновляться. Мы с этим согласны, облик города должен улучшаться. Для того, чтобы мы не представляли по картинкам, как это будет выглядеть, надо создать рабочую группу. В нее должны войти несколько представителей нашего сообщества и сложиться, и мы решим, какой вариант сделать в натуре какой-то один из киосков. Мы его посмотрели, вас пригласили, показали, посмотрели, как будет сидеть там внутри организатор экскурсии. И вы даете добро. Глава Анапы согласен с такой позицией. Ведь нет цели ограничить предпринимателей в их законной деятельности. Есть цель – привести в порядок сферы, которые летом влияют на жизнь города. То, что было здесь летом этого года, это просто катастрофа. Что Верхняя набережная, что Гребенская, что Горького. Коллеги, это же ваш город. И то, как вы будете делать, так и такой город будет. Если хотим городу придать, там, архитектурный облик, давайте думать, давайте придавать. Мы готовы помогать. Бездумно накидываться на то, что я поставлю точку, будете работать, ну, могу сразу сказать, даже не обижайтесь, не дам работать. Не дам. Все будет в рамках закона. Рабочую группу создали сразу же после совещания и включили в нее всех желающих.